Есть такое научное слово — энагастрономия. И это научное объяснение того, как получать удовольствие от жизни, удовольствие от различных сочетаний, каких-то классных, интересных новых вкусов, когда мы хотим побаловать себя чем-нибудь таким интересненьким, вкусненьким, со страстью к сладкой жизни. У энагастрономии есть свои принципы, и они довольно простые. Чаще всего, когда говорится про сочетание сыра с какими-либо напитками, то имеется в виду вино. Вино — это самый лучший напиток, которым можно запивать сыр. И сыр — это самая лучшая закуска, которым можно закусывать вино. Чаще всего считается, что с белыми винами хорошо сочетаются козьи сыры, с красными винами — коровьи сыры. Это и да, и нет, но классика, тем не менее, говорит о том, что если вы себе подобрали какие-то красные вина, то больше сосредоточьтесь на коровьих сырах, потому что они с большей долей вероятностью подойдут. Есть несколько принципов энагастрономических сочетаний. Два из них считаются такими золотыми. Первый — перуарный, второй — доминантный. Перуарный или географический принцип заключается в том, что продукты и напитки из одного и того же региона, скорее всего, с очень высокой долей вероятности, подойдут друг другу хорошо. Потому что они впитали себя, воздух, землю и энергетику именно этого места. Соответственно, если вы едете в какую-нибудь деревушку французскую или где-нибудь путешествуете по Тоскане, заходите в тротторию, и там итальянский Франческо начинает вам рассказывать о том, что возьмите моего домашнего вина, а еще я вот тут вот у меня свои оливки, а вот еще вот я вот сам делаю вот эту вот горгонзолу. Даже если вы понимаете, что это вино с этой горгонзолой, скорее всего, не будет хорошо сочетаться, ведитесь на его рассказы, потому что с очень высокой долей вероятности это все продукты из одного теруара, и они очень хорошо будут друг с другом сочетаться. Вторым золотым принципом является доминантный силовой, к легкому легкое, к более мощному что-то мощное. Например, если мы берем какое-то легкое вино северной стилистики, такое хрустящее, допустим, как Мюскаде, то к нему подбирайте какие-то легкие, маловыдержанные сыры, допустим, козьи молодой, бри или какие-то творожные сыры с белой плесенью. Каким-то более мощным, более тельным белым вином подбирайте сыры такого средней выдержки, где-то до полугода, может быть, козьи или коровьи, козьи лучше, расскажу потом почему. Красные вина. Каким-то легким красным вином, типа Севера Италии, Вальпаличел или такой же стилистики, берите какие-то небольшие выдержки, коровьи сыры, козьи можно тоже, но самое главное, чтобы выдержка или вкус, интенсивность сыра была такая, очень легкая, иначе вы забьете это вино. Среднего тела, соответственно, большей выдержки, где-то там полгода, год может быть выдержка сыра, и если какие-то мощные вина, там какие-то полнотелые из толстошкурных сортов винограда, там как Сира или Каберне Савиньон какой-нибудь бочковой, берите к этому какие-нибудь мощные сыры, там двух-трехлетней выдержки, там смытой коркой, с голубой плесенью, в общем те сыры, у которых тоже очень интенсивный вкус. Для того, чтобы сбалансировать интенсивность тела вина с интенсивностью сыра. Это было два золотых правила, и есть еще парочка принципов, которые тоже очень хорошо используются в энногострономии, в частности поварской, где на одном и том же вкусе вы почувствуете вторичные и третичные вкусы. Например, с кислотностью. Если вы возьмете очень кислотное вино, белое чаще всего кислотное вино, там северные стилистики или там рислинги, у них довольно хорошая кислотность, или савиньон бланы, и просочетаете это с высококислотными сырами, чаще всего более высокая кислотность у козьих сыров, то вы почувствуете, как кислотность этого вина, она гасится сыром, и вы начинаете чувствовать, что в этом вине на самом деле очень богатый букет, есть сладость, есть фруктовость, есть какая-то ягодность, которую вы не чувствовали до того, пока вы не взяли кусочек вот этого кислотного сыра. И вот на таком вот сочетании одного кислотного вкуса, когда вкусовые рецепторы привыкают, и вы начинаете чувствовать уже другие вкусы, вторичные и третичные, вот как раз построен этот вот третий принцип поварской. И четвертый, самый, мне кажется, такой самый интересный принцип, это принцип противопоставления разных вкусов. Есть несколько вкусов, мне нравится там аюрведическая теория, они говорят, что вкусов всего шесть. Кислый, сладкий, острый, горький, острый, вяжущий. И идея в чем? Когда вы в одном сочетании максимальное количество вот этих вот вкусов пробуете одновременно, то ваши вкусовые рецепторы вот из-за этого взрыва, они получают там колоссальное такое, колоссальное там удовольствие, интересные вкусы. И такие принципы, например, если вы возьмете там сатерн или какой-нибудь из батритизированного винограда, очень сладкое, высококислотное вино, ну вот кодиак, допустим, и попробуйте его с ракфором или с каким-нибудь мощным голубым сыром, который острый, горький, с кислинкой тоже и с танинностью, с этим вином, которое тоже кислотное, сладкое, в общем, где максимум-максимум вкусов вот в этом одном сочетании, то вы получите там максимум удовольствия. Ну вот из таких принципов, вот кроме там сатерна, допустим, с ракфором, еще классическое сочетание, вот здесь вот у нас есть голубой стилтон и португальский портвейн, это тоже британцы даже берут этот стилтон и в него втыкают вот так вот в головку стилтона, втыкают бутылку портвейна, оно вот так вот по всем этим порам проникает, и этот сыр едят вот как бы пропитанный вот уже этим портвейном. Итого, два золотых правила, теруарный, доминантный, плюс поварской, плюс противопоставление вкусов, и, в общем-то, вы можете экспериментировать и идти против этих сочетаний или по этим сочетаниям уже находить какие-то свои интересные пары и вкусы.